Витебская область активно долучилась до республиканского субботника. Жехары региону працавали на объектах вытворча и социальной инфраструктуры, у лесопарковых зонах и скверах, займалися подрыхтовкой детячих оздоровленчих и спортивных лагерев до летнего сезона. А керовництво в области начали со старшинью Витебского облаканка Миколаем Шарсневым працавала на доброупарадкованне парка тысячагодзя у Витебску. Устанавливали бардюры, клали плитку, высаджували древы и кусты. Дарэчы древы садзілі ў гэты дэнь па ўсім горадзе. Про агульную справу на карысть сваёй малой радзімы ў рапартаже Інны Кирыянкавай. Парк тысячагодзе ў Витебску обраны ў якасті головного объекта не выпадкова. Гэта улюбённая месца отпачинку для гораджан. Территория вялікая, божь за 19 гектаров, адных толькі пешых дарожак, звыз 4 кілометраў. Работы па доброупарадкованні пачаліся яшчэ лэтаць, і зараз паўсталай неабходнаць, як мага хучэй навесці тот парадак. На доброупарадкованні парка ў гэты дзень працавалі божь за 140 чалавек. Кэравнікі в області і горада, працавнікі структурных падразделэніў абласного і горадзкога выконкамаў, грамадскіх арганізацій і працовных каліктываў. Ранше сюди приходили гулять, ну, конечно, разніца чуствуется большая, а как все становиться красиве, как-то уютніе, і горад облагораживається. Дружненько собрались, і, конечно, ентузиазм є, помочь і чем-то поучаствувати. Я очень рад, що ми приступили к благоустройству этой території. Надеюся, що в этом году основные работы ми будемо выполнены. Часть території не полностью высаживаю деревя планируем, для того, щоб на перспективу, можна, здесь поставити які-то детскі аттракціоны. Можна бы, здесь оборудуем сцену, щоб можна було проводити мини-концерты. У той час, як специалисты подрадной організація гэтага устанавлювали бордюры, клали тротуарную плітку, у дзельнікі суботніка высаживали древы. Работнікі зеленгаса загадя подрихтовали сажанцы і все необходне для проведення работ по зелененні парка. Часть деревьев выращены на нашому питомниці зеленхоза і часть сажанців ми привезли із наших лесничеств, які рядом с нами расположены. Потому, как ми выбирали, конечно, отборные сажанцы, красивые, потому, що хочеться заложити здесь действительно красивый сад, аллею, щоб не тільки жителі нашого города, но і гости города також приходили і смотрели на вот це великолепие. Тольки у гэтый день у парку тысячагодзя высадзіли каля 600 древ, шарападобные туи, ліпы і клёны. Спеціалісты запевнили, што усі саджанцы мясцовые, і вони обов'язково приживутся. Даречі, під час суботніка масова вяласья посадка древ і кустов по всій в області – у парках, скверах і на вулицах городов і населенных пунктов. На їх доброго парадковання активно працювали депутати, представники міністерства і ведомства. Важно, наверное, что в этом году суботник проходит год Малой Родины и год 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому, наверное, долг каждого із нас – это сохранить, изберечь, сделать все возможное для того, щоб будущее нашій страны було в надежных руках. На сваюй Малой Родзімі у Полацким районі працювала у гэтай дзенні керавник адміністрації президента Наталя Качанова. З яєю дзелам на кургане бесьмяротності закладзіна аллея у Гонар 75-ти годзі вызвоління Республики Беларусь от немецко-фашистських захопнікав. Высажжены 108 ліп. Мне, например, очень сегодня приятно було работать здесь с ветеранами. Замечательные люди, которым уже очень много лет прошли войну. Самое важное, что сегодня вместе с ними и кадеты, молодежь наша, которые перенимают вот этот опыт доброго отношения к своей стране, и эти славные традиции наши – быть вместе для того, чтобы нести свою частичку в обустройство, благоустройство нашей родной страны. До речи, у парку тысячагодзі у Витебску так само заклали аллею славы у Гонар юбилейной даты и установили памятный знак. Усю территорию по периметру обсталявали системы видеоназиранья. Усяго по Витебской області у Суботнику приняли у дел больше за 350 тысяч человек. Инна Кириенкова, Александр Петровецкий, Новини, Витебск.